Девушки отдыхают В небе со свистом и шипением пролетело нечто огромное и светящееся. Затем последовала ослепительная ярче солнца вспышка из серии окромовых ударов. Волна чудовищного взрыва дважды обогнула земной шар. Что это было? На сегодняшний день гипотез сотни. Метеорит, шаровая молния, обломок кометы, взрыв газа. Говорят о столкновении с мини-черной дырой или антивеществом. И даже о крушении инопланетного корабля. Есть еще одна версия, совсем не проявленная. Виновник Тумбусской катастрофы совершенно конкретный земной человек. Ученые, которого одни называли мистификатором, другие величайшим изобретательским гением всех времен и народов. Третий сверхчеловек. Имя его Никола Тесла. Реальные факты, достоверные свидетельства, сенсационные версии в фильме «Властелин мира» Никола Тесла. Часть первая. Повелитель молнии. Он был человеком необыкновенным, а был савянским ученым, который изобретал настолько человечеству необходимых вещей, что, наверное, он является одним из самых больших ученых во всей мировой истории. Считается, что за всю историю человечества было только две масштабных личности, два гения. Это Леонардо да Винчи и Никола Тесла. Они личности не то что сопоставимого, а, можно сказать, равного масштаба. Серп, родившийся в Хорватии, Никола Тесла, учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, Соединенных Штатах Америки. Космополит? Скорее гражданин мира. Как велики его заслуги перед человечеством. Он фактически положил начало всемирной электрификации планеты. Именно он разработал систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых стоит весь промышленный мир. Благодаря ему освещаются наши дома, поселки, города. Именно Тесла истинный создатель радио, а не Маркони и Непопов, которые использовали его разработки и патенты. Это Тесла создал первые радиоуправляемые механизмы, открыл принцип робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Работы многих ученых устаревают уже во время их жизни из-за быстрого развития науки и технологий. Тесла был редким примером ученого, чьи работы живут в трех веках. Он наперед знал, как будет развиваться наука. Наследием Николы Теслы уже столетия подпитываются ученые всего мира. По большому счету, именно ему принадлежат идеи электронного микроскопа и лазера, телевизора и мобильных телефонов, интернета и многого другого, что стало реальностью только в наше время. Некоторые эксперименты Теслы были весьма опасны, но мог ли он быть виновником Тунгусской катастрофы? По оценке ученых, Тунгусский взрыв был в тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Событие было грандиозным, всемирным, охватывало целые сутки, естественно, практически. и его никак нельзя связать с единичным взрывом. Загадок, связанных с Тунгусским телом, а лучше сказать с Тунгусским взрывом, слишком много. И противоречия, с которыми столкнулись исследователи за 50 лет исследований, таких очень целенаправленных, заставляют сделать вывод, что не было метеорита, не нашли ничего, никаких останков этого метеоритма. Нет ни кратера, ни воронок. Обнаружены лишь огромные выволы леса. Я бы обратил внимание на то, как странно обожжены деревья. Я как физик не могу понять, как такое дерево могло быть обожжено не только по стволу, но и корни обожжены. То есть совершенно непонятные вещи, которые больше всего похожи на то, что там сверебствовали разряды. Причем не обязательно это разряды похожи на линейную молнию, но может быть и разряды похожи или обнигрывание такое, связанное с шаровой молнией. То есть совершенно какие-то необычайные бывают электрические активы. У растений мутации похожие на те, что вызываются жестким ионизирующим излучением или сильными электромагнитными полями. И еще непонятное перемагничивание почвы. Все наводит на мысль о мощном электрическом разряде в атмосфере. Но мог ли такой что это? Это всего лишь электричество. То же самое, что бывает во время грозы. Значит, природа тоже кошка? А кто же ее владит по спине? Бог? Что же такое электричество? С тех пор прошло 80 лет и я по-прежнему задаю себе этот же вопрос, но не в состоянии ответить на него. Парадоксально, что это сказал Никола Тесла, человек, который, как никто в мире, проник в тайны электрической энергии. Две основные идеи вели по жизни великого серба получение дешевой электроэнергии и передача ее на любое расстояние без проводов. Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется, все энергия. Перед нами грандиозная задача найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая ее из этого неисчерпаемого источника человечества, будет продвигаться вперед гигантскими шагами. Планета Земля, считал Тесла, является сферическим конденсатором огромной емкости. Это магнета, которая вращается и заряжает электричеством атмосферу, особенно самый высокий ее слой ионосферу. Идея Теслы была проста и одновременно глобальна. Научиться отбирать это электричество, преобразовывать его и без проводов передавать самые глухие уголки земного шара. Проверку своих идей он начал в 1899 году в горном районе Колорадо-Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными молниями. Через некоторое время, по словам Теслы, он знал о молниях больше, чем знает о них сам Бог. На очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальние расстояния без проводов. С этой целью была построена специальная лаборатория. Вскоре ученый убедился, что электрический заряд может передаваться через Землю без всяких проводов и радиоволн. Эксперименты были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни палал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры. Над металлическими предметами горели синие орелы. Тесла был счастлив. Я, наконец, преуспел в создании разряда, мощность которых значительно превосходит силу молнии. 1901 год. Миллиардер Джон Перпонт Морган выделяет ученому деньги на строительство башни для радиосвязи через Атлантику. На самом деле Тесла втайне вынашивает куда более масштабные планы. Он намерен построить пять таких башен. Они должны обеспечить беспроводную связь по всему земному шару. Как только проект будет закончен, деловой человек сможет диктовать инструкции из Нью-Йорка. И они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или в другом месте. Он сможет со своего рабочего места поговорить с любым телефонным абонентом на земном шаре. Недорогой инструмент, не больше, чем часы, позволит его владельцу слушать где угодно, в море или на земле. Музыку или песни, речи политического лидера, выдающегося ученого или проповеди священных, находящегося на огромном расстоянии, точно так же могут быть переданы любая картина, знак, рисунок или текст. Находящимися на огромном расстоянии, точно так же могут быть переданы любая картина, знак, рисунок или текст. По сути, Тесла планирует прообраз сегодняшнего интернета. Но главная цель Теслы – это беспроводная передача энергии. Он убежден, Чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет ваткнуть в землю штырь и включить небольшой прибор, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Но и это не всё. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, питать энергией автомобилей и самолёты и даже осуществлять межпланетные коммуникации. Такой проект требует гораздо больше средств, чем выделил Морган. Но это не смущает Теслу. И вскоре на острове Лонг-Гайленд, в 60 километрах севернее Нью-Йорка, появляется лаборатория и огромная башня. По названию местности объект получает имя Уорденклифф. С ещё не достроенной башней учёный начинает свои фантастические эксперименты. Летом 1903 года башня на Лонг-Гайленде едва не сводит с ума жителей Нью-Йорка. На сотни миль во все стороны от неё тянутся гигантские искусственные молнии. Они освещают небо над Атлантикой так, что можно свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета Нью-Йорк Сан пишет. Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов, гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Оно сосредоточилось по краям человеческого тела, и все присутствовавшие излучали светло-голубое мистическое пламя. Мы сами себе казались призраками. Тесла на подъёме. Осуществляется мечта его жизни. Волны, создаваемые моим передатчиком, будут величайшим спонтанным проявлением энергии на планете. Часть вторая. Улики. Полагают, что его опыты с атмосферным электричеством как раз и привели к Тунгусской катастрофе. Журналисты обвинили Теслу в причастности к Тунгусскому метеориту, во что я абсолютно не верю. Потому что он свою систему не запустил, и у него не было силы для такого разрушения. В 1905-1906 годах у Теслы уже не было лаборатории, в которой он мог бы проверить свои идеи. Да, строительство башни не было закончено, так как Морган, узнав об истинных планах Теслы, прекратил финансирование. Да, в 1903 году часть оборудования была вывезена из Ворденклиффа за долги. Но известно и другое. Тесла не сдался. С начала 1907 года, после длительной депрессии, он вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Ворденклиффе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. На собственные средства он продолжает монтаж оборудования. Мне нужно завершить строительство моей станции. Это будет шаг, который продвинет человечество вперед на целый век. Есть документы, подтверждающие, что в 1907 году ученый вновь получил от компании Лестенгаус большое количество оборудования. И что оно оставалось у Теслы вплоть до 1912 года. В 1908 году, на вопрос, когда он закончил свои эксперименты на Лонг-Айленде, Тесла ответил, что никогда их не прекращал. А его лаборатория продолжает существовать. Я все еще провожу там эксперименты. Все факты говорят о работоспособности в 1908 году, как самого Теслы, так и его башни. Более того, сохранились судебные протоколы, в которых Тесла, как истец, под присягой подказал, что даже в 1915 году, то есть через 7 лет после тунгусских событий, в Ворденклиффе в исправном состоянии находилось огромное количество оборудования. Таким образом, в 1908 году, году Тунгусской катастрофы, башня была технически исправна. Но обладала ли она достаточной мощностью? Безусловно. Потому что я совершенно точно знаю, что диаметр конденсатора, который я там стоял наверху, позволял получать разрядные токи до 10 тысяч ампер. Это в импульсе, да? А напряжение, которое он получал, достигало в 100 миллионов вольт. Если перемножить вот эти токи и напряжение, то мы получаем 1 тераватт. 1 тераватт, это энергия в импульсе, которую мог передавать Тесла, ну, больше 100 лет назад. И которую до сих пор, ну, никто не мог получить, потому что максимум, что мы передаем, это, ну, там, не знаю, 1 миллион киловатт по нашим линиям. Это в тысячу раз меньше. Сейчас же вот у нас сделали 3 миллиона вольт генератора, считай, это большая часть. А он получал 100 миллионов вольт без всяких проблем. Но мог ли Тесла передать такую энергию в район Тунгусский? Если на первых порах эта версия кажется, ну, совершенно дурацкой для современного учёта, то когда начинаешь вникать, уже зная детали Тунгусской катастрофы, начинаешь вникать в обстоятельства различные, то видишь, что это вполне вероятная вещь. Это абсолютно реально, потому что есть его патенты, которые описывают, как это делается. Но для этого надо иметь несколько башен. Ну, конечно, и одну башню можно иметь, но тогда точность попадания не будет очень высокой. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснения и другие загадки. Так, и ещё за два месяца до Тунгусской катастрофы, с мая 1908 года, над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света. А за девять дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за три дня до взрыва. Более того, ещё за несколько месяцев до Тунгусского события в небе России, от Урала до Балтики, начали появляться светящиеся раскалённые шары, своего рода уменьшенные копии тунгусского тела. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Ворденгли? В то время загадка шаровой молнии очень многих тревожила. И одним из самых успешных, как говорится, физиков, учёных, которым удалось приблиться к её разгадке, был вот как раз Никола Тест. Ему одному единственное удалось смоделировать эти огненные шары в лабораторных условиях. Уже окрылённые вот этими успехами в исследовании физики плазмы, Никола Тесла задаётся вопросом, а нельзя ли эти эффекты повторить уже, как говорится, в пространстве, в глобальных масштабах. Гипотеза шаровых молний при объяснении тунгусского феномена была всегда. Она отчасти объясняет и загадку траектории сияющего тела. Синими стрелками показаны направления полёта так называемых тунгусских болидов, собранные по свидетельским показаниям жителей, населения, которое здесь вот тогда обитало в 1908 году. И собраны эти данные были самыми авторитетными свидетелями. Ни один метеорит не может одновременно двигаться по нескольким траекториям сразу. Маневрировать метеориты тоже не умеют. Другое дело плазменное образование, мощные шаровые молнии. Нельзя исключить, что именно эксперименты Тесла оказались своего рода с пустовым крючком, который высвободил огромные мощности природного электричества. Ещё в конце 19 века геофизики, изучая магнитные аномалии, предположили, что между ионосферой и земным шаром протекают сверхмощные токи неизвестной природы. Сегодня эти токи регистрируются. И вот перед вами прибор, первый прибор, который позволяет их просто явно регистрировать. И эти проводники, я их иногда называю нитями Теслы, вот эти проводники позволили, на мой взгляд, реализовать те чудесные явления, которые демонстрировал Тесла. Некоторые из этих сверхпроводников, судя по всему, имеют кольцевую конфигурацию. Нью-Йорк находится вот здесь, на восточном побережье Соединённых Штатов. Токи, которые возбуждают земное поле магнитное, кольцевые. Простейший расчёт показывает, что это кольцо проходит как раз через Тунгуску. Тесла своим генератором, башня Лондер-Клифф, целая система там мощнейшая была, зажигает по существу разряд в большом пространстве. И кольцевой ток, проходящий над Нью-Йорком, возбуждается, возбуждается вот этот носитель. И энергия передаётся в район подгаменный Тунгусский, где мы можем наблюдать разнообразные явления. Причём задолго до так называемого падения Тунгусского метеорита. Если Тесла догадался до существования этих невидимых токов, то он мог рассчитать с точностью до градуса место вхождения кольцевого тока в поверхность Земли. Через семь лет после тунгусских событий Тесла скажет. Практическая передача электрической энергии без проводов и производство разрушительного воздействия на расстояние, безусловно, возможно. Я уже конструировал гастролочные передачи, которые делают это. Мои навыки продвинулись так далеко, что воздействия большой разрушительной силы могут быть переданы в любую точку земного шара, определённую заранее с большой точностью. Не с большой точностью. Недавно выяснилась весьма любопытная деталь. Оказывается, в первой половине 1908 года, то есть за несколько месяцев до Тунгусского взрыва, Тесла неоднократно заказывал в библиотеке Конгресса США подробные карты Центральной Сибири. Зачем? Им целенаправленно был рассчитан регион с принципиально малой заселённостью, куда сигнал с башни Ворденклиев был направлен. Он в настоящее время числится в виде феномена Тунгусского метеорита. Сегодня можно с уверенностью утверждать, у Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. Часть третья. Тайная жизнь Николы Теслы. Гениальный серп совершил прорыв не только в электроэнергетике, но и в других областях. Многие его идеи и разработки настолько опережали время, что при жизни учёного не могли быть реализованы. Не было соответствующих технологий. Вот только некоторые из них. Радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты. Реактивные самолёты. Летательные аппараты вертикального взлёта. Суда на воздушной подушке. И многое другое. Работы Николы Теслы, безусловно, были интересно военным. Поэтому с самого начала его деятельности он всегда был в поле зрения как армии, различных государств, так и спецслужб. Отдельные его заработки удалось себе достать немцам. С немецкими учёными Тесла сотрудничал до середины 30-х годов. Преподавал в Германии и даже демонстрировал свой левитатор Герману Герингу. Подробности этой деятельности Теслы неизвестны. Однако факт. Многие разработки, которые обеспечили колоссальный технологический рывок в Германии в 20-е и 40-е годы прошлого века странным образом напоминают идеи Теслы. Так ракеты и летающие диски Третьего Рейха заставляют вспомнить летательные аппараты Николы Теслы, о которых он говорил ещё в 1908 году. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах. Из газовых баллонов, крыльев или воздушных винтов. На высоких скоростях они будут перемещаться в любых направлениях, независимо от погоды, воздушных ям и нисходящих потоков. А идея вихревого двигателя Шаубергера для немецких дисков прямо перекликается с идеей сверхлёгкой безлопастной турбины Николы Теслы, предложенной им ещё в 1906 году. В своё время Тесла был в близких, даже в приятельских отношениях с некоторыми немцами, работавшими в США, которые впоследствии были изобличены как немецкие шпионы. Не исключено, что Тесла делился с ними не только своими планами, но и результатами предыдущих экспериментов. Не потому ли Третий Рейх проявил повышенный интерес к Тунгусскому феномену? 1942 год. Самый разгар Второй мировой войны. В районе Тунгуски местные жители задерживают и передают органам госбезопасности подозрительного субъекта. На допросе выяснилось, что он научный сотрудник Берлинского института, занимающегося вопросами мистики. Больше его узнать не удалось. Немец покончил с собой, повесившись на самодельном жгуте. Специалисты полагают, что это был сотрудник Анненербер, самой загадочной организации Третьего Рейха, которая занималась исследованием магии и новейшими технологиями. Тесла сотрудничал не только с немцами. Как доносил агент ФБР, ученый был членом тайной организации «Друзья Советской России» и пытался продать свои изобретения новому режиму. В 1934 году Тесла пишет своему другу. Русские хотят обезопасить свои границы. И я сделаю им предложение, которое сейчас рассматривается. Что имел в виду Тесла, мы не знаем. Однако известно, что в 30-е годы он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. Он говорил так, что энергия будет передаваться не в виде радиоволка, а в виде некого луча, скажем, луча толщиной в 100 миллионов человеческого волоса. И эта энергия будет способна, если точно говорить словами Тесла, плавить двигатели самолетов на расстоянии в 250 миль. Из документов ФБР США известно, что в следующем, в 1935 году, за проект лучевого оружия через представителя Амторга, советского разведчика Аршака Вартаняна, Тесла получает от Советского Союза чек на 25 тысяч долларов. Есть сведения, что через полтора года Тесла приезжал в Москву и демонстрировал опытный образец своего оружия маршалу Тухачевскому. 1949 год. В район падения Тунгусского метеорита под видом геологической партии отправляется сверхсекретная военная экспедиция, организованная по личной инициативе Лаврентия Берии. Ни о какой метеоритной гипотезе речь не идет. На секретном совещании будущим участникам экспедиции Берия заявляет. Мы не собираемся искать этот самый метеорит. Ваша задача оценить параметры взрыва и прочую физику. Нас интересуют чисто прикладные вопросы этого события. Результаты экспедиции и выводы в открытой печати никогда не публиковались. Все отчеты бесследно исчезли в архивах НКВД. Но, судя по всему, посылая военспецов на Тунгуску, Берия знал, что катастрофу вызвал не метеорит. Кто мог быть источником такой информации? Не так давно стал известен сенсационный факт, за который в свое время многое бы отдали спецслужбы Соединенных Штатов. Оказывается, в 1939 году знаменитый физик Роберт Оппенгеймер тайно посещал Советский Союз. И останавливался будущий отец американской атомной бомбы не где-нибудь, а на даче у наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Как вспоминал сын Берии Серго, Оппенгеймер жил у них на протяжении двух недель. Известно также, что в конце 30-х годов Оппенгеймер работал в совершенно секретном проекте, цель которого сделать американские военные корабли невидимыми для вражеских радаров. В этом же проекте принимал участие и Никола Тесла. С помощью его генераторов предполагалось создавать вокруг кораблей своего рода электромагнитные пузыри, и краны, которые отводили бы внешние излучения. И Тесла, и Оппенгеймер симпатизировали Советскому Союзу. О своих экспериментах 1908 года Тесла вполне мог рассказать Оппенгеймеру, а тот, в свою очередь, поделиться этим с Берией. Передача энергии на расстояние не могла оставить Берию равнодушным, ведь это идеальное оружие массового поражения. Для председателя спецкомитета по атомному оружию совсем по-новому зазвучало высказывание Теслы сделанное в том самом Тунгусском году. Уже сегодня могут быть построены беспроводные энергетические установки, под действием которых любая область земного шара может быть превращена в непригодную для проживания. Не исключено, что именно такая цепочка событий привела к секретной экспедиции 1949 года. Начиная с 1912-го Тесла ведет странную двойную жизнь. Американский гражданин, он занимается закрытыми исследованиями для США и одновременно предлагает свои секретные разработки Англии, Германии, России. Трудно, конечно, да, вот с современных наших меркантильных позиций понять Николу Теслу, как взять гениальное изобретение, тем более относящееся к вооружениям, и взять его, подарить потенциальному противнику. Что двигало Теслой? Жажда наживы? Маниакальное стремление к разрушению? Или беспринципность ученого, которому все равно, где реализуются его идеи? Часть четвертая. Параллельные миры. Он всегда мыслил глобально, и, может, поэтому производил впечатление человека высшего порядка. Блестящий собеседник, очень мягкий и скромный в общении, Тесла владел восемью языками. Был знатоком музыки и поэзии. В нем одновременно чувствовалась и утонченность, и огромная внутренняя сила. С 19 лет и до конца жизни он спал не более двух часов в сутки, и при этом работал как одержимый. С 19 лет и до конца жизни он спал не более двух часов в сутки, и при этом работал как одержимый. Я совершенно вымотан, но не могу прекратить работу. Мои эксперименты так важны, так прекрасны, так удивительны, что я с трудом могу оторваться от них, чтобы поесть. А когда пытаюсь уснуть, то все время думаю о них, полагаю, что буду продолжать, пока не упаду замертво. Психическая энергия Теслы была устрашающей. Она просто звенела, мою кожу покалывала, делился своими ощущениями писатель Джолиан Готтерн. У него глаза провидца и ясновидящего, говорили о Тесле. Близкие знали о его даре предвидения. 1890 год. Филадельфия. Предчувствуя недоброе, Тесла почти насильно задерживает друзей, не дает им уехать вечерним поездом. И спасает им жизнь. Поезд действительно потерпел крушение. 1912 год. Тесла уговорил Джона Пирмонта Моргана отказаться от путешествия на Титанике. Морган, всецело доверявший интуиции Теслы, последовал его совету и сдал билет. Джон Джейкоп Астер, другой спонсор и давнишний друг Теслы, советом пренебрег и погиб. За несколько лет Тесла точно предсказал, что Первая мировая война продлится 4 года и закончится в декабре 1918-го. Он ошибся всего на 5-6 дней. Он предсказал также, что период мира после Первой мировой войны продлится 20 лет. Затем может начаться Вторая. Но главное, что потрясало современников, это колоссальное количество оригинальнейших идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью. И, наконец, шокирующее признание ученого. Не я автор этих идей. Он был обычным ребенком, ничего особенного. Все изменилось в одночасье. Погиб его любимый брат. Это был страшный удар, буквально перевернувший жизнь Николы. Начались невыносимые ночные кошмары. Усилием воли мальчик стал замещать жуткие видения другими картинами. Сначала это были картины мира, в котором он жил. Но в какой-то момент, неожиданно для себя, он стал совершать экскурсии за пределы знакомой реальности. Так начинались мои ментальные путешествия. Сначала смутно, а потом все лучше. Я видел новые места, города, страны. Жил там, встречался с людьми, заводил друзей. В это трудно поверить, но они мне столь же дороги, как и моя семья. И столь же реальны. Современные ученые изучают подобные феномены и не считают их чем-то ненормальным. Это особые измененные состояния сознания. Человек в измененном состоянии сознания, он может ощущать, воспринимать то, что находится вне его поля зрения. Переноситься в другие пространства, в другие эпохи. То есть здесь нет никаких ограничений. Сегодня такие состояния сознания четко регистрируются приборами. Мы видим, что возникает определенная конфигурация, которую мы называем осью сверхсознания. Это активация передних отделов правого полушария и задних левого полушария. В то время как в нормальном состоянии сознания больше активированы передние области левого полушария и задние правого полушария. Сверхчеловек называли Теслу современники. Как он совершал свои открытия? Вот что писал ученый о своем первом опыте. Я вился над этой проблемой несколько лет. Это был вопрос жизни и смерти. Я знал, что умру, если не решу. Мой мозг был напряжен до предела, и в какой-то момент случилось немыслимое. Я слышал тиканье часов в трех комнатах от меня. Приземление мухи на стол глухим стуком отдавалось моих ушах. В темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог определить местонахождение предмета благодаря особому покалыванию во лбу. Солнечные лучи так давили на мой мозг, что я едва не терял сознание. Проносящийся вдали экипаж сотрясал мое тело, и вдруг я увидел вспышку, похожую на маленькое солнце. В одно мгновение истина открылась мне. Это было состояние абсолютного счастья. Мысли шли нескончаемым потоком, и я едва успевал фиксировать. Подобные состояния время от времени испытывают многие творцы. Происходит это, как правило, спонтанно, неожиданно, как и у Теслы в первый раз. Но Тесла со временем научился входить в такое состояние всегда, когда этого хотел. Он утверждал, что может в любой момент начисто отключать свой мозг от внешнего мира. И в этом состоянии к нему приходит внутреннее видение. Таким же способом Тесла доводил свои конструкции до совершенства. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня рождаются идеи, я воображение начинаю строить прибор. Меняю конструкцию, совершенствую и включаю. И мне совершенно безразлично. Проводится испытание прибора у меня в мыслях или в мастерской. Результаты будут одинаковыми. За 20 лет у меня не было ни одного исключения. Он не пользовался математическими операциями, как это принято сегодня. Ему не нужны были уравнения. Он понимал суть вещей. Суть вещей, принципы для Теслы всегда были важнее деталей. Именно их в первую очередь он прозревал, когда целенаправленно погружался в измененное состояние сознания. Тесла именно так, таким способом, входя в измененное состояние сознания, он мог получать те сведения, которые недоступны. Это ему позволяло, во-первых, обнаруживать необычные явления, предметы, смотреть на мир с других позиций, чем смотрят обычные люди. А благодаря тому, что он переходил легко в нормальное состояние сознания, он это все мог зафиксировать и передать другим людям. Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных никем еще не исследованных явлениях. Слова «гениальная интуиция», «озарение» ровным счетом ничего не объясняют. Откуда он черпал свои идеи? Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновения. Я не проник в тайну этого ядра, но знаю, что оно существует. Ну, многие люди верят в Бога. Для одних Бог – это вот Иисус Христос, там, или еще что-то вроде этого. А для других – это какой-то инфляционный мир, который все знает, все понимает и помогает тем, кто, ну, старается жить по справедливости. Помогает и в жизни, в безусловных ситуациях, и помогает в науке. Творческий метод Теслы заставляет считать нас, что существует некий глобальный банк данных, который сейчас называют энергоинформационным полем Вселенной. И Тесла умел подключаться к этому источнику, черпая оттуда необходимую информацию. И он мечтал, чтобы каждый человек имел к нему доступ. Тесла действительно мечтал создать устройство, которое позволяло бы проникать в невидимую реальность и другим людям. Заглянуть в незримый мир с помощью приборов ему в известной мере удалось еще в конце 19 века. Подсвечивая особыми полями живые организмы, он сделал зримой их невидимую часть – ауру. Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать. Даже смерть может оказаться не концом. Тесла знал, о чем говорит. Я был в двух кварталах от дома, где лежала моя больная мать. И вдруг я увидел облако с ангельскими фигурами, одна из которых постепенно приобретала черты моей матери. Во внезапном озарении я понял, что только что она умерла. И это оказалось правдой. Тесла верил, что со смертью человека его духовная сущность не погибает, и с ней можно установить контакт. И даже изобретал для этого специальные приборы. Сохранились письма его близкого друга, знаменитого английского физика, сэра Уильяма Крукса. В одном из писем Крукс благодарит Теслу за подаренную тем высокочастотную электромагнитную катушку, которая облегчила общение медиумов с духами, а также позволила балансировать психическое состояние медиумов после сеансов. «Несомненно, что Тесла обладает духовностью высшего уровня», говорил об ученом известный индийский философ Вивикананда. Он, не раз посещавший лабораторию изобретателя, рассказывал, Тесла относится к электричеству как к живому существу. Он разговаривает с ним и отдает ему приказания. По роду своей деятельности я давно занимаюсь электромагнитными взаимодействиями и пытаюсь понять природу этого взаимодействия. Каждая элементарная частица, электрон, протон и прочее, каждая является сложноорганизованным образованием. Это живое и разумное существо. По своему духовному уровню они ничуть не проще нас с вами. И нет ничего необычного, чтобы договориться с ними и войти с ними в контакт. Подобных взглядов придерживаюсь не я один. Есть масса людей, теоретиков, а в основном экспериментаторов, которые просто сталкиваются с подобными вещами и пересматривают свое мировоззрение. Сегодня установлено, элементарные частицы могут подчиняться мысленным указаниям человека. Это не вписывается в известные физические законы, но доказано на множестве экспериментов. Были проведены эксперименты, в которых мысленное воздействие отклоняло луч лазера. Вода меняла свои свойства на расстоянии в тысяч километров. Изменялась плоскость поляризации световых лучей. Феномен называется слабое ментальное воздействие. Люди, находящиеся за много мили от лаборатории, действуют мысленным образом на то, как ведут себя электроны, когда они проходят через дефракционную решетку. Они выключают электронные системы, они меняют pH воды. Все это документально зафиксировано и совершенно не поддается никакому теоретическому описанию. Тесла был убежден, что все во Вселенной, от галактик до электронов, обладает сознанием. Что космос — это единый живой разумный организм. Тесла считал, что Вселенная — это целостный организм, который состоит из множества частей. Сходных, но отличающихся различной частотой вибрации. Каждая часть — это параллельный мир. Входя в резонанс с частотой другого мира, мы как бы открываем окно в этот параллельный мир. Так можно путешествовать по всему космосу. Это звучит фантастично и для нас, не говоря уже о современниках Песлы. Сколько людей называли меня фантазером. Как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время. Когда-то славянский гений мечтал исчезливить человечество. Тесла считал, что мы должны использовать электрическую энергию Земли и не должны платить за нее. Как мы не платим за воздух? Прошло время, и Тесла понял. Незрелый и жестокий мир рано или поздно использует его открытие, беспроволочную передачу энергии для убийства. Возможно, неожиданные масштабы Тунгусской катастрофы еще более укрепили его в этой мысли. Мой проект слишком опережал время, в которое появился. Тесла отказался от дальнейших экспериментов в Уорденклиффе и уничтожил записи, раскрывающие суть открытия. Документов, прямо указывающих на причастность Теслы к Тунгусским событиям, также не найдено. И потому вопрос о его виновности остается открытым. Тайной во многом остается и последующая деятельность гениального изобретателя. Ясно лишь одно. Верх над честолюбием ученого взяла величайшая ответственность. У Теслы была своя теория войн. Он считал, что их источником является большая разность экономических и военных потенциалов у различных народов. Когда потенциалы более или менее выровнены, это мир. Большая разность потенциалов приводит к войнам. Своими странными поступками Тесла старался сбалансировать потенциалы разных государств. Всеми своими силами и искренне, совершенно он хотел предотвратить Вторую мировую войну. Но делал это как гений своих и гениальных позиций. Если не будет возможности успешно напасть ни на одно государство, войны прекратятся. Тесла не служил отдельной стране. Его волновала судьба человечества. Сознавая себя частью вселенского организма, Тесла не раз повторял. Действия даже самого крохотного существа приводят к изменениям во всей Вселенной. Оценивая свое место в этом мире, гений, обладавший невероятным техническим могуществом, однажды сказал. Я мог бы расколоть земной шар, но никогда не сделал этого. Моей главной целью было указать на новые явления и распространить идеи, которые, надеюсь, станут отправными точками для новых исследований. Никола Тесла не чудо и не послание ценных миров. Он один из нас. Человек. Который вновь и вновь обращает нас к вечным вопросам. Кто мы? Откуда? Зачем? На что мы способны? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok